МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Салют, Республика! И снова ваш день врывается в студию 11. Как всегда, мы не с пустыми руками. Угощать будем вкусными сюжетами и аппетитными историями. Заваривайте чай, устраивайтесь удобнее. И вот чем предлагаю полакомиться в первой части нашего выпуска. Книги даром. Облаготворительные акции под руководством Маршаковки. Необычный балет. Как классические танцы могут сочетаться с силовыми упражнениями? На дворе февраль. Уж очень он непредсказуем в этом году. Сами посудите. Вместо присущих ему морозов пока стоит довольно теплая погода. Даже птицы как будто вернулись с зимних каникул. С самого утра поют и щебечут во все горло. Но кто знает, какие же сюрпризы этот месяц готовит нам дальше. Возможно, холода снова вернутся. А они, как известно, чреваты ростом тревожности и снижением мотивации. Недавно в ходе опроса европейцы высказались, что же помогает им справиться с апатичным настроением в холодные и пасмурные дни. Почти половина респондентов заявила, уровень серотонина в них повышает кофе. Напиток улучшает настроение, помогает взбодриться, а также делает их более собранными. Однако злоупотреблять кофе, конечно, не стоит. Кружечка две в день вполне достаточно. И очень хорошо, если вы отдаете предпочтение вареному, а не растворимому напитку. Пользы в нем куда больше. И еще на заметку, кофе довольно быстро обезвоживает организм. Поэтому за чашечкой крепкого и ароматного пусть последует стакан другой воды. Горячие и вкусные напитки – отличное дополнение к вечернему променаду по книгам. Только представьте, погружаетесь вы в захватывающий сюжет, наступает волнующий момент, и вы приправляете его глотком вкусного кофе или чая. Звучит очень уютно. К слову о книгах. Детская библиотека имени Самуила Маршака проводит благотворительную акцию. Собирает книги от населения, чтобы потом отправить их в соседний район. Зачем? Мне поведал методист. 14 февраля отмечается не только всем знакомый день влюбленных, но также Международный день книгодарения. И ваша библиотека, библиотека детская имени Самуила Маршака, присоединилась к акции, к этому празднику. И вот вы собираете книги от читателей, чтобы чуть позже передать их в Усть-Куломскую детскую библиотеку. Почему именно туда? Эта библиотека, именно эта библиотека была выбрана по целому ряду параметров. У нас работала целая группа специалистов. В итоге повезло именно селу Усть-Кулом. И книги, собранные в течение акции, будут отправлены туда. Ну, насколько я вижу, в этом огромном ящике уже множество различных книг, которые принесли вам читатели. И детская литература, в том числе есть даже развитие гражданской авиации. Вот скажите, есть ли какие-то ограничения для изданий, которые могут принести по жанрам, по названию, по авторам, или вообще на внешний вид книг тоже обращайте внимание? Конечно, в первую очередь нужно помнить о том, что книги должны быть детскими. То есть это детская тематика, детская направленность. Кроме того, у нас на сайте размещен список литературы, предпочтительный для дарения. То есть это тот список, который библиотека Усть-Кулома прислала нам. Но в принципе дарить можно абсолютно любые книги. Главное, чтобы они были или новыми, или в хорошем состоянии. В Международный день книгодарения отмечаются уже довольно долгое время. И был ли у вас уже подобный опыт, когда вы дарили книги в какие-то библиотеки других районов? Да, наша библиотека присоединилась к акции «Подари ребенку книгу» в шестой раз. Например, в прошлом году мы дарили книги селу Коровий Ручей, детской библиотеки села Коровий Ручей. В этом году это детская библиотека села Усть-Кулом. В прошлом году было подарено 120 книг. В этом году пока не так много мы собрали, но акция только началась. И мы надеем, что поток дарителей не иссякнет, а будет только больше и больше. И наверняка сотрудники библиотек, в которые вы уже отправили книжки в прошлые годы, были довольны и рады, как, собственно, и дети этих поселений. Как вы считаете, в чем же главная цель подобных акций и почему их стоит проводить? Одна из целей, которую заявили организаторы, это вспомнить о том, что книга все-таки лучший подарок. А еще мы в библиотеке Маршака всегда говорим о том, что если мы хотим, чтобы дети читали, мы должны дарить детям книги хорошие, яркие, разнообразные. Привлекаете ли вы своих коллег из других библиотек также к этой акции? Конечно, мы приглашаем всех коллег принять участие в этой акции. Чем больше книг будет собрано и подарено, тем лучше будет результат для всех. И в первую очередь для детей. Предлагаю все-таки заглянуть в этот большой ящик с книжками. Вот вы как методист, скажите, на ваш взгляд, какие издания подрастающему поколению будут наиболее интересны и полезны. Даже сложно выделить какое-то издание, которое было бы наиболее интересно. Потому что любая книга, которую берешь в руки, она по-своему хороша. Она обязательно найдет своего читателя. Здесь сказки, здесь рассказы современных писателей, Здесь какие-то исторические книги, которые отсылают нас к краеведению, к истории республики. Современные книги, вот «Вишневый пирог», я не знаю, если отдельно брать вот эту вот книгу. Это смешно, это здорово, это весело. Когда читаешь подобные книги, ты понимаешь, что и литература современная, живая она есть. И детям должно быть это интересно, и оно будет интересно. У каждого дома есть своя, пусть и маленькая библиотека. И когда все книги уже прочитаны, даже несколько раз хочется их либо кому-то отдать, либо, например, просто принести в библиотеку, чтобы и другие люди имели возможность взять в руки и прочитать это издание. Вы скажите, не только в рамках этой акции ведете ли вы сбор книг на постоянной основе? В библиотеке «Маршака» есть целый стеллаж для буккроссинга. Любой читатель или даже не читатель библиотеки может прийти к нам и принести книги, которые ему уже не нужны, которые он уже прочитал, и оставить их на нашем стеллаже буккроссинга. Взамен он может взять любую книгу с этого стеллажа и забрать ее домой. Так что вооружайтесь этим советом и несите книжки, которые уже вами прочтены в библиотеку, чтобы и другие ребятишки им смогли порадоваться. Спасибо, Анна. Спасибо. Ну а я также хочу напомнить, что сбор книг в детской библиотеке имени Самуила Маршака в честь Международного дня книгодарения продлится до 14 февраля. Юрген также не остался в стороне. На следующий день наш телевизионный коллектив собрал подборку из самых разных детских изданий. Отменяемых коллег в Искуломскую библиотеку отправятся сказки, рассказы и детские романы. До конца акции еще есть время. Присоединяйтесь и вы к инициативе в честь Дня книгодарения. Плие, Батман, Атитюд – все это балетные движения. И что интересно, их активно используют в силовых тренировках. Бодибалет. Слышали о такой физической нагрузке? Нет? Тогда готовьтесь увидеть мастер-класс от профессионала. В нашем городе появилось новое направление, называется бодибалет. Это энергичная силовая тренировка, направленная на укрепление мышц ног, ягодиц, мышц спины и мышц рук. Сейчас я вам покажу несколько упражнений из этого направления. Мы открываем руки в сторону и работаем до махи. Можно повторить раз 20-30. Следующее упражнение предназначено для укрепления внутренних мышц ног. Руки мы ставим на пояс и встаем в шестую позицию. Ноги у нас прямые, ягодицы собраны, спинка ровная, плечи опущены вниз. Работают только стопы. Они открываются в первую позицию по полу. Открыли раз и собрали два. Важно это делать с прямыми ногами, не отрывать стопы от пола. Открываем в первую позицию и во вторую. Следующее упражнение. Мы ставим ноги во вторую позицию. Колени у нас смотрят в сторону. Корпус ровный. Руки открыты в сторону. Мы делаем плие. Таз опускаем вниз. Колени открываются в сторону. И вырастаем. Повторяем это восемь раз. Затем мы остаемся в плие. Сидим. Секунд восемь. Затем мы работаем до махи. Как раз у нас почувствуется прокачка внешней части бедра. Закончим прокачку ног последним упражнением из бодибалета. Мы открываем руки в сторону. Ножка у нас на весу. Это одно из самых сложных упражнений в бодибалете. Мы ножку поднимаем к груди медленно. Затем выводим в сторону. И поднимаем в сторону. Все мы это делаем на мышцах. Спокойненько. Без резких движений. Четыре раза вперед. Подняли в сторону. Затем ножку подняли. Удерживаем ее. Корпус у нас ровный. Плечки опущены вниз. Подержали восемь счетов. И делаем небольшие дамахи. Затем ножку мы не опуская на пол. Переводим в сторону. Ягодичными мышцами помогаем себе. И держим ножку в сторону. Затем работаем дамахи. Также восемь счетов подержали. Восемь дамахов сделали. Ножку опустили. И меняем. Мы закончили нашу тренировку бодибалетом. Как вы поняли, это силовая тренировка с элементами хореографии. Если вы никогда не занимались классикой, дома вам не рекомендуется выполнять эти упражнения. Лучше прийти в студию или в зал и поработать с педагогом. Всем до новых встреч. Пара легких пай мы приблизились к экватору нашей программы. Балетную пачку откладываем в стороны и увидимся в студии после небольшой паузы. Вас приветствует Студия 11. Ваша любимая информационно-развлекательная программа. Время несется вперед. И вот чем порадуем вас во второй части нашего выпуска. Не быть обманутым. Какие новые уловки используют мошенники в сети? Собаки-охранники. Как четвероногие оберегают вахтовиков в Арктике? Представьте, звонит телефон, номер незнакомый. Вы берете трубку и голос на другой стороне начинает спешно рассказывать о доступных банковских операциях. А затем просят назвать данные вашей карты. Такая уловка мошенников не нова. Личные средства исчезают со счетов граждан моментально. А вот найти обманщиков после их махинации удается не всегда. Сегодня в нашей студии Ильдар Хуснудинов, полковник полиции Сыктывкара. Ильдар Рустамович, здравствуйте. Здравствуйте. И вот говорить мы будем с вами о мошенничестве. Тема не очень приятная, но довольно важная. Вот расскажите, какие виды дистанционного мошенничества сегодня существуют? Люди пытаются заработать денежные средства. Начинается с чего? Увидели рекламу в интернете от своих друзей о том, что можно вложить в те или иные биржи в виде биткоинов, различных новых электронных денег. Можно купить акции, и на сегодняшний день они вам предлагают легкие деньги, 20-30% дохода в день, в месяц, в год. Различные заманчивые такие предложения для людей. Непосредственно это только вложение денег на тот или иной счет. То есть там такие счета предлагаются. Никакой выгоды в итоге человек не получает. А в итоге вот дальше таких людей у нас вот еженедельно 3-4 человека приходят, и суммы-то, ну, там, миллион, полтора миллиона. Огромные суммы. Вот если говорить об интернет-мошенничестве, то большую роль здесь играют, конечно, личные данные пользователей. Наверное, с ними стоит быть аккуратнее. И об этом люди забывают. У нас наши граждане спокойно свои персональные данные, данные микрофинансовых, кредитных карт могут поместить в интернет, в том числе предлагаемые непонятные программы, внести для якобы, чтобы туда переводили денежные средства. Соответственно, мошенники получают доступ в онлайн программы различные, наши банковские, и уже от имени граждан начинают уже брать кредиты, то есть заявляют кредит, ну, банковские. Нужно быть аккуратнее. Надо быть очень аккуратно. Вторую позицию хотелось бы. Очень много людей у нас на сегодняшний день подвергаются именно этому виду преступления. Когда вам на телефон звонит тот или иной человек, представляется либо сотрудником правоохранительных органов, прокуратуры, ФСБ, работником банка, центрального банка, других финансовых учреждений, говорят о том, что на вас пытаются оформить кредит. Человек пугается, начинает спрашивать, что мне делать, как делать, ну, соответственно, не разобрашив, что происходит. Люди оформляют свой кредит на свое имя, перечисляют денежные средства, свои личные средства перечисляют на другие счета. Тут вот я единственное, что могу, вот мой совет, это стопроцентный совет. Люди должны понять на сегодняшний день, что все правоохранительные органы, все, без исключения, все правоохранительные органы, все банковские структуры, микрофинансовые структуры не работают дистанционно с гражданами. Мы не имеем права вам позвонить и сообщить о том, что в отношении вас совершается преступление, и вы на сегодняшний день являетесь, мы хотим провести эксперимент, и вы должны поучаствовать, мы поймаем того или иного злодея. И хотелось бы прямо над этим подвести четкую черту. Если вам позвонили, положите трубку, обратитесь в банк, и вам все пояснять. Придите в первого же сотрудника полиции, увидели на улице или пришли в орган внутренних дел, вам пояснять, что в отношении вас совершается преступление, вам звонят мошенники. И все-таки кого чаще всего обманывают сегодня? Боладежь или пожилых людей? Конечно, большую часть это, ну вот, кого обманывают именно психологически, да, то есть находят подход, это взрослая категория людей, это, ну, пожилые. И все-таки, когда мошенничество случилось, человека обманули, что стоит делать? Не паниковать, наверное, и сразу обращаться в правоохранительные органы? В первую очередь, не верить всем, кто им звонит, знакомые, там, незнакомые люди, да, представляются сотрудниками правоохранительных органов, банковских структур. Человек может всегда сам лично встать, пойти, прийти в гости в правоохранительные органы, ну, обратиться, может в банковскую структуру обратиться, где им дадут четкие пояснения, объяснения, что происходит. А какова все-таки вероятность раскрытия таких дел, что человеку после обмана деньги вернутся? Ну, большая часть, вот, когда происходит вот этих преступлений, на сегодняшний день она, конечно, не раскрывается. Это статистика общероссийская. Часто оказывается, что люди находятся злоумышленники за территорией Российской Федерации даже. И мы не можем получить всю достоверную информацию с тех или иных счетов, передвижения информацию с технических баз, потому что вся информация находится за территорией Российской Федерации, а мы доступа туда не имеем. Очень тяжело, мы работаем, не все технические, на сегодняшний день у нас есть возможности, и, наверное, из этого еще и сходить надо. Спасибо, Эльдар Рустамович. Будем надеяться, что обманов в нашей жизни станет намного меньше. Спасибо. Спасибо. Беречь себя – один из главных законов счастливой и долгой жизни. Сейчас, когда погода тот еще интриган, то холодно, то тепло, можно на раз-два подхватить простуду. И если с вами она уже приключилась, для скорейшего выздоровления важно соблюдать специальную диету. Так, заболевшим людям не рекомендуется употреблять копчености, крепкий чай и острые приправы. Не следует перегружать пищеварительную систему тяжелой, трудно перевариваемой пищей, предостерегают диетологи. Также стоит полностью отказаться от кофе и чая. Неожиданно, правда? Ведь крепкий напиток с лимончиком мы то и дело употребляем, когда у нас, например, болит горло. Однако чай и кофе оказывают возбуждающее действие на нервную систему, что в период простуды чревато ухудшением состояния. Специалисты советуют употреблять больше кисломолочных продуктов, а в качестве питья рекомендую теплую воду, морс и отвар ягод. Но и тепло одеваться тоже не забываем, ведь гулять по этой снежной красоте хочется. Кстати, знаете ли вы, что где-то снег это не просто белое покрывало для зимних забав или занятий спортом, но еще и строительный материал. Да-да, лед может и обогреть, и крыши над головой обеспечить. Инуиты вот уже тысячи лет строят себе убежище изо льда и снега под названием иглу. Чтобы построить такой снежный чум, надо собрать снег в куполообразную конструкцию, а затем выкопать проход внутрь. Известно, что и волки делают себе убежище снега в арктических регионах. Они копают его вверх и в ширину настолько, чтобы поместиться внутрь. Забавное видео со снегом недавно опубликовал и один вахтовик дрейфующей станции в Арктике. В кадре океанолог собирает снег для камбуза. В помощники ему заделались два четвероногих приятеля – Дикой Арчи. Собаки не просто радостно носятся рядом, но и охраняют мужчину от возможных местных хищников – белых медведей. Не знаю, как вас, но меня видео с Арктики вдохновляют разве что на дрожь. Так и хочется сейчас закутаться в плед, выпить кружечку чая. Тем более, что время нашей программы подошло к концу. Студия 11 желает вам тепла и радостного настроения. А я, пожалуй, побежала греться. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова